Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Вадим Карасев, известнейший украинский политолог на связи. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вадим Юрьевич, множество сейчас, конечно, обсуждений вокруг ядерной угрозы из Беларуси. Вот это хранилище с ракетами. А Заренок выходит и говорит, что Беларусь ядерная держава. Сейчас Вильнюс, Варшава, все потопят. Ну, вот такая пропаганда, такие перекосы непосредственно у Батьки. Но тут все бы ничего. Ну, кроме там наших дипломатических усилий, которые делает МИД, созывая там Совбез, выходит Арахамия и говорит, что усиленная мобилизация не за горами. И как раз таки из-за тактического ядерного оружия в Беларуси. Странные танцы вокруг этого. Что думаете вы и как вообще этот шаг Путина, это заявление Путина повлияет на происходящее в Украине? Давайте заявление о мобилизации. А чем новая волна мобилизации поможет в случае, если допустить, применение тактического ядерного оружия? В Западной Украине, в Восточной Польше и тому подобное. Мобилизация – это наземная война. Применение тактического ядерного оружия, оно хотя и, скажем, предполагает применение тактических ядерных, тактического ядерного оружия, в том числе и на поле боя. Но оно же ничего не решает, оно же не решит эту проблему. И, во-вторых, это делается не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы запугать Европу, прежде всего Восточную Европу, для того, чтобы она сбросила темпы военной помощи Украине, особенно вот накануне все время анонсируемого, но откладываемого при этом весеннего контрнаступления Украины. Понятно, это были заявления, связанные Путина, вот последние дни они были связаны именно с этим. Отсюда, во-первых, первое, скажем, аргумент для того, чтобы Запад посчитал, и прежде всего Европа посчитала, что военная поддержка Украины и военная, оборонная и наступательная помощь Украине накануне контрнаступления, она не имеет смысла. Он сказал, что у нас там снаряды мы можем в три раза больше производить, ну и так далее, и так далее. Я не буду там повторять его аргументы. А второй контур, скажем так, аргумент уже более такой, скажем, убой на военно-дипломатической силе, не военно-боевой, а военно-дипломатической силой, это размещение ядерных боеголовок российских на территории Беларуси. Там военная база, российская военная база, да и собственно Беларусь, это такая непотопляемая военная база Российской Федерации, вот, стала последним, последнее время, так, по крайней мере, с 20-го года. И там будут размещаться российские ядерные боеголовки в определенных хранилищах, ну, в хранилищах. Так что, во-первых, Беларусь не ядерная держава, это раз. Ну, как, впрочем, и Турция, где есть американские ядерные боеголовки, Бельгия, Германия, где тоже есть натовское, ну, американское, читайте, американское ядерное оружие. Ну, кстати говоря, поляки просили очень долго, американцы не пошли на это. Вот, ну, а белорусы вот получили хранение. Ну, в принципе, управлять или не управлять, применять или не применять ТЯО, так, фактическое ядерное оружие, это решение за российским верховным главнокомандованием. Теперь, что касается, поэтому я тут не вижу, вот, для чего. Сейчас еще одна волна мобилизации. Во-первых, для того, чтобы провести, или, точнее так, обосновать и рационально, скажем, объяснить и оправдать новую волну мобилизации, надо знать, что делать с мобилизованными. Будут ли они вооружены, экипированы, подготовлены и так далее. Во-вторых, представляете, новая волна мобилизации. Это подготовка, это сначала мобилизация, потом подготовка, потом слаживание, потом получение, скажем, вооружения наступательного, штурмового и так далее. Сколько это месяцев займет? Но, по-моему, Запад сейчас поставил четко, скажем, техническое задание нам и военному командованию. Должно быть в ближайшее время успешное, как правило, подчеркивается, наступление, на то, чтобы разрезать сухопутный коридор, выбить оттуда российские войска, ну, по Крыму, там, как уже получится потом, и на этом заморозить войну или конфликт на западных условиях. Ну, вот это в последнее время пишут, особенно вот после российско-китайского саммита и фактически объявления, точнее, фактически объявления не объявленного, де-факто объявления не объявленного военно-политического союза. То, что, я говорю, как объявление, ну, потому что вся демонстрация была направлена на это, но формально ни словом никто не обманулся, что это новый военно-политический союз и со всеми вытекающим отсюда последствиями. Поэтому странное заявление, ну, во всяком случае, оно, может, имеет какие-то, скажем, аргументы политического характера, так, или военно-политического характера, но с военно-политической точки зрения, я вам сказал, что это, значит, еще на год или как минимум на полгода продлевать войну, на что Запад уже, я так понимаю, не настроен. Другое дело, что вот эти заявления, что война, конфликт должен быть заморожен вот по результатам весеннелетнего контрнаступления Украины успешного на западных условиях, то здесь на западные условия не согласится ни Россия, понятно, ни Китай. Даже если представить или даже если согласиться с тем, или даже если так и будет, что будет успешное контрнаступление, что Китаю надо, чтобы Украина была в НАТО и в Европейском Союзе, что Китаю надо, чтобы Россия потерпела военное и военно-политическое поражение, нет. Для того это все и было неделю назад, для того, чтобы не допускать ослабления друг друга. Китай, союз, вот в чем состоит суть союза российско-китайского, Китай не даст проиграть и ослабнуть Россию, Россия будет делать все, чтобы не дать ослабнуть с экономической, там ресурсной, да и военно-космической, если взять, вот там, где в России есть преимущество, так, в не конвенциональных видах вооружения, не дать ослабнуть Китаю. Вот в этом не суть партнерства, в этом не суть новой военно-политической ситуации или геополитической ситуации в мире после визита Сея Дзинпина в Москву. И, конечно же, это будет вот уже первое заявление, первое действие, последствия вот этого союза мы уже видим в последние дни. В том числе и размещение ядерных снарядов или там боеголовок на территории Беларуси. Вы что, вы думаете, Китай не в теме? Ну, смотрите, ну можно сказать так, что Путин там обманулся. А в доле, Владимир Юрьевич? В том числе и доля. В каком смысле? Ну не в ядерной доле, а в политической доле. Потому что Китаю не нужна прозападная Украина, которая полностью под влиянием Запада. Тем более, которая в НАТО и Европейский Союз, потому что вот ноги фишут сейчас в западной прессе, что вот надо конфликт заморозить и принять Украину в Европейский Союз. Ну, в смысле компенсация за возможную потерю территорий, некоторых там, Крыма. И во-вторых, как акт про возглашение победы Запада над Россией. Вот Путин хотел Украину завоевать, покорить, оккупировать всю. Ну, ему удалось пока на время. Там некоторые регионы. Аннексировать, оккупировать. Но в целом Украина ушла из-под России в НАТО и Европейский Союз. Но прежде всего сейчас в Европейском Союзе говорят так, что нужно ускорить прием в Европейский Союз. Вот это можно сделать там буквально в течение нескольких лет, даже года. Но об этом вот Вучич президент Сербии говорил позавчера, по-моему. Понятно, там есть сербский интерес в этом деле, так, для того, чтобы привлечь внимание и так интерпретировать. Вот. Я не буду касаться этого сербского интереса, в чем он там связан и почему Вучич на этом акцентируют внимание. Но это же, скажем, давно идет разговор о том, например, в Восточной Европе и Германии о том, что Украина может поускорить на концедуре быть членом, быть принято уже в члены Европейского Союза. Действительно, если не будет убедительной военной победы Запада над Россией и Украиной над Россией, значит, тогда нужно это компенсировать большой, громкой политической победой. Но Китаю не нужен, еще раз говорим, что Китаю нужна Восточная Европа и вообще Европа и Россия и Китаю для того, чтобы отжать из Европы Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, чтобы Соединенные Штаты Америки, во-первых, не требовали разрыва торгово-экономической связи между ключевыми европейскими государствами и Китаем. Конечно, нужны восточноевропейские ворота на европейские рынки, логистические, инфраструктурные, маршрутные и тому подобное. Поэтому Китай, когда Лукаш, вот смотрите, можно сказать, Путин там мог подставить, или Си подставил Путина, как многие, смотрю, название, ну, кошмар, конечно. Ну, настолько, ну, галимая пропаганда, что просто, как бы, диву даешься, как некоторые люди соглашаются на такие надписи или подписи и тому подобное. Там, Си унизил Путина, Пу унизил Си и так далее. Ну, конечно же, может кому-то так и хочется, но, к сожалению, это не так. И давайте по-серьезному взрослому обсуждать такие серьезные вещи, судьбоносные, пахальные, переломные, какие угодно. Так, причем открыто переломные. Ну, не случайно же Си говорил, вот, такие перемены бывают раз в сто лет, когда вечером уже прощался с Путиным под занавес своего визита. Так вот, но мог бы еще Путин там, как бы, невзирая там на какие-то предупреждения председателя Си, вдруг уехал Си, и тут он вот о ядерных боеприпасах, размещении ядерных, тактических ядерных боеприпасов на территории Беларуси. Ну, Лукашенко-то был недавно в Китае. Лукашенко же понимает, что такое Китай для Беларуси. Не только Россия, но и Китай. И разве бы, ну, не смог бы он не информировать председателя Си о том, что вот намечается вот такая, такой ядерный финт, тактический ядерный финт, который, в общем-то, что делает? Возвращает Европу в логику холодной войны. Тактическое ядерное противостояние. Потому что стратегическое ядерное противостояние – это межконтинентальные ядерные ракеты. Это то, что называется стратегическая стабильность и касается раньше СССР и США, теперь Российскую Федерацию в США. А вот тактическое ядерное противостояние или угрозы тактической, применение тактической ядерной ракеты – это уже европейская тема. Она была в 70-е, 80-е годы. Так, кстати, возвращение логику холодной войны – это, значит, возвратить антивоенные, развратить или активировать антивоенные движения, задать, задуматься или способствовать тому, чтобы европейская элита, элиты, скажем так, ну, с точки зрения России, протрезвели и поняли, что война для них не где-то там в Украине, а она может в любой момент, даже как холодная война, она уже есть, реальность Европы, потому что фактически размещение Искандеров и оснащение ими ядерными боезарядами – это 500 километров дальности. Это, пожалуйста, вся континентальная, почти Европа. И особенно восточная Европа, которая больше всего требует продолжения войны, наступления и, прежде всего, больше всего оказывает военную помощь, по крайней мере, подстегивает таких тяжеловесов экономических и с точки зрения обеспечения военными возможностями, как, например, Германия, Франция и так далее. Вот они же первые открывают окно Овертона, Польша, они первыми заявляют, а потом уже вынуждены под напором восточноевропейцев, Балтов и так далее включаться уже и французы, и немцы. Нехотя, но вынуждены. Вот поэтому фактически вот сегодня это новый этап войны. Причем это, я бы так сказал, Европа становится потенциальным театром военных действий, это два. В принципе, театром холодно-военных действий, поскольку есть угроза применения тактического ядерного оружия, уже Европа становится. И фактически это вхождение в финальную фазу войны, финализация войны. Вот да, там будут наступления, контрнаступления на Украинском театре военных действий. Но теперь как бы Европа не в стороне. И теперь, конечно же, расчет на то, как, или точнее будут россияне, там, Путин ожидать, чем ответят, чем ответят европейцы, американцы. И что получается? Вот на этом я завершу первый, скажем так, наш момент, кусок сюжета. Европейцы взрогнули, они к этому начинают относиться серьезно, об этом пишут и воспринимают это как ощутимую, реальную, пока еще потенциальную, но реальную с точки зрения политики, не военных последствий, а политических последствий, угрозу. А вот интересно, что американцы, как-то они говорят, там все спокойно, все нормально, не переживайте. Мы не видим ощутимых признаков того, что Россия переводит туда, скажем, какие-то большие ядерные силы в Беларуси и прочее. А почему так американцы? Во-первых, наверное, это все-таки и с точки зрения военного реализма соответствует действительности. А с другой стороны, а что делать Америке в этой ситуации? Значит, им тоже надо увеличивать тогда или делать какие-то зеркальные шаги. Мы же видим, что идет процесс отзеркаливания. Зеркалят друг в друге стороны. Путин же говорит, вот Америка же имеет такие ядерные боеприпасы в Германии на военных базах американских. Это юрисдикция Америки. Это не территория Германии. Рамштайн – это юрисдикция Америки. Скажем так, территория, экстерриториальная юрисдикция по отношению к Германии. Но Америка имеет право там размещать ядерное вооружение. Или там в Бельгии. Или в других странах, где есть военные базы. Так, Томсия, например. Только и мы у нас есть военная база, мы тоже. Так что… Но вот Америка как бы застыла. Почему? Потому что надо вовлекаться вот в эту ядерную гонку, хоть и на тактическом уровне, в Европе. А во-вторых, это поднимает ставки и угрозы, в том числе и для Америки. Республиканцы тут будут на чеку. А куда нас Байден опять втягивает в Европу? Причем уже, так сказать, раскрутка вот этими угрозами тактического ядерного вооружения. Так? А нам надо на Китай больше ориентироваться. А не увязнем мы здесь опять в Европе? Вот если еще, так сказать, будет отзеркаливание и гонка тактического ядерного вооружения, будет дальше по лестнице эскалации двигаться. Так? Это гонка. Ну или гонка. Или просто идти. Процесс по линии эскалации. Так? Значит, на Китай же нужно ориентироваться. Китай – это тоже выгодно. Потому что внимание с Тайваня, из Тихоокеанского театра военных действий, оно переключается на Европу. В общем, новая военно-стратегическая и военно-политическая ситуация в Европе возникает. Ну и теперь Россия, наверное, будет ждать, как будет реагировать США. А я уже сказал, первая реакция Байдена – ничего страшного. Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь, как в одном из фильмов. Актер Филиппов говорил так, или призывал. И второй момент – ну, Восточная Европа сейчас, и особенно Германия, там, где ядерные потенциалы Соединенных Штатов Америки размещены. Вот они будут больше всего реагировать. И парадокс в том, что нынешние все элиты европейские – это все же выходцы, это все бывшие леваки. Социалисты, левые разного рода антимилитаристы, активисты антивоенного движения 80-х годов. Вот это Жозе Боррель, Шольц, дальше, генсек Стоунтендерг – это же все леваки, это рабочая партия Норвегии. Он же был когда-то премьер-министром и лидером этой партии. Стоунтендерг, так? Шольц, на нем, он же социал-демократа еще в 80-е годы, на телевидении ГДР выступал с антивоенных позиций. Жозе Боррель тоже леват. Ну, вот американцы умеют работать, перевербовать бывших леваков, и они становятся святей папы римскими, чтобы, скажем так, оправдать доверие, как говорил в кавказской пленнице, или где, я не помню. Так? Так? Делаю все, чтобы оправдать оказанное доверие. Вот. Становятся святее папы римского в этом отношении. И вот теперь им придется столкнуться, наверное, такой расчет у Путина, с новым антивоенным движением, тем более на фоне всех протестов сейчас трудовых, социальных, расовых, антиколониальных, а тут еще антивоенных. И таким образом, наверное, расчеты на то, чтобы вот эту всю атлантическую элиту, прозападную и проамериканскую, срезать, особенно в континентальных, в Европе, и на ее место пусть придут популисты, например, французы, Франции, Германии, наверное, какие-то силы. Ну, в общем, расшатание, это шатание Европы. Вот. А затем она становится более податливой во всех отношениях и на будущее. Так что Китай не только, знаете, интересует защита Тихоокеанского театра военных действий, чтобы туда не зашли американцы. Вообще стратегия, ключевая стратегия России и Китая – это сделать мир независимым от Америки во всех смыслах этого слова. Финансово-монетарным, второво-экономическом и военно-политическом и стратегическом. Вот на это я расчет. И Европу в том числе. Да, Вадим Юрьевич, но здесь очень интересен то, на что мы вышли. Это вот вопрос протестов в самой Европе. В Германии митинги, во Франции. Очень горячо сейчас. Оттуда приходят новости, там мусор на улицах никто не убирает, и забастовки. Лувр даже вышел на забастовки. И вот на этом всем фоне сообщается, что где-то в районе 4 апреля, то есть на следующей неделе, Макрон двигает в Китай, Боррель двигает в Китай. Даже мне попадалось, что и Урсула фон дер Ляйен едет в Китай. Они как-то так вот все дружненько, ну, это все привязывают там же в определенной перспективе G7, ну, в Японии. И вот они, чтобы мы вот перед Японией, мы заедем в Китай. Ну, вот как-то так связывают эти свои визиты. А чего они хотят в Европу, от Китая? Чего хотят? Они сами не знают, что они хотят. Запутались. С одной стороны, на них давит Америка, чтобы они сворачивали все свои торговые связи. Поэтому и Урсула туда собираются вместе с Макроном. Она же председатель или президент Европейской комиссии. Так, исполнительного органа Европейского союза. Исполнительный орган, исполнительная власть. Значит, это про экономику. Ну, а те остальные будут про как повлиять на Путина, будут упрашивать Китай. Как будто Китай так просто взять и повлиять на Путина. Во-первых, Китай в этом не сильно заинтересован. Это раз. А второе, Китай же понимает, что решение по сворачиванию, либо не сворачиванию, экономической связи, торгово-экономической связи Европы, Европейского союза, США, принимаются не в Брюсселе, а в другой столице Большой империи, это Вашингтон. Там две столицы Вашингтона и Брюсселя. Это два. В третьих. А зачем это? Пси нужен. Это три и четвертых. Это не так-то и просто повлиять. Потому что по большому счету, конечно, Россия зависит от Китая, но больше это такой дипломатический, военно-политический аспект, но не военно-технический. Потому что снаряды, там пишут, Китай даст вооружение. Россия не нужна вооружение китайское. Мы же только микрочипы и беспилотники. И дипломатическая поддержка. Конечно же, в ООН там и прочее. Но едут, это тоже показательно, что надо поехать в Китай. Это центр не паломничества, но тем не менее, попытки вот такого военно-дипломатического паломничества некоторых европейских лидеров, лидеров, которых внутренних проблем много. А внешних еще больше. Потому что их сжимают в клещи. Европу сжимают в клещи. С одной стороны, Атлантический центр влияния, другой Евразийский центр влияния. Потому что, еще раз говорю, Китай вышел на просторы мира и своего внутрикитайского космоса, срединного царства, срединной империи. Так что считалось, что в Китае есть весь мир. А все остальное – это периферия. Всю жизнь. Всю 400... Нет, не 400, 400 тысячную историю Китая. Китай рассматривал мир как китайский мир. А все остальное – это не мир. Это непонятно что. На этом же и строилась китайская цивилизация и китайская стратегия. Теперь они выходят за пределы своего китайского универсума или цивилизации, или мира. И что? И теперь, конечно, им один пояс – один путь. А как без Европы? Европа – это Евразия с точки зрения географии. Это Евразийский континент. И вот два – Атлантический центр и вот этот Евразийский центр. Борьба за Восточную Европу, которая тоже, скажем, из ворота и Балтийское море, Черное море, Средиземное море, сухопутные маршруты и логистика на Европу через горные Карпатские горы, под Карпатские, Закарпатские – это уже и часть Украины. Вот так. выход. Вот поэтому сейчас Европа в такой ситуации, что у них, видите, я бы так сказал, в последнее время нотки истерии, что надо войну заканчивать, саморозка. Понятно, они будут говорить на Запад на наших условиях и так далее, но, по-моему, они сами сейчас до конца не понимают, как завершить войну, чтобы, ну, сохранить лицо или на победной ноте. Вадим Юрьевич, завтра? Да, буквально, они же требуют от нас наступления, ну, вот Зеленский же правильно сказал, но вы требуете наступления, вы все время подчеркиваете это, ну, вы требуете успеха, успешного наступления, но для этого надо в разы военной помощи, прежде всего, самолетами, иначе будет очень трудно. Понятно, это реалистичная позиция, добиться военного успеха. Ну, что мы видим сегодня? Президент Словакии, Чапутов, Чапутов, ну, у нас уже и терпения, и возможности нету, мы уже не можем и так далее. После заявления о размещении ядерных боеприпасов в Белоруссии вице-президент Болгарии, так, там, радио, президент, ну, вице-президент не встречалась женщина, фамилия, не могу сейчас вспомнить, тоже заявила о том, что нужны мирные переговоры, нужно как-то заканчивать, потому что это уже приобретает такой серьезный характер для Европы и прочее. понятно, что поляки и Балты будут держаться до последнего, потому что усиление российского и белорусского влияния в Восточной Европе это, конечно, на границах Польши, понятно, со всеми вытекающими последствиями, но, в общем-то, элиты боятся, что, начиная от бунтующих масс в Париже и забастовочных масс в Германии, а также уставших масс в ряде стран Восточной Европы, они могут просто пострадать и быть снесены либо в результате досрочных выборов, либо в результате еще каких-либо экстраординарных событий. Поэтому начинается некий такой движ, что давайте, давайте быстрее, быстрее цигель, цигель, цигель наступайте, 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 побеждайте, побеждайте, побеждайте и потом замораживайте, замораживать и замораживать да вы знаете по поводу скажем так сверх и геополитических часов а что-то будет понятно 28 марта на слете саммите демократии заявляют что будет 120 стран принимать участие в америке все вот как-то ну давайте будем откровенны внятных ну посылов в ответ в противорез в противовес от соединенных штатов америки но было практически не было то есть никаких конструктивных каких-то предложений но вот мы не слышали может быть вот эта сверка часов что-то решит и как-то поможет и 120 стран это это много много но в мире сколько и главное ну да будут многих и не будет там но индия будет понятно что индия самым на населенная демократии в мире называют а саудовская аравия будет а мотор сая будет а китай там будет или все это понимаете вот это демократия автократии это все дохуй номер это из прошлого холодной войны когда холодная война носила геологический характер хотят перенести на нынешнюю холодную войну но сейчас это не работает уж а речь идет о капитализмах и там и там капитализм просто разные модели а во вторых политические системы сегодня несмотря на то что они называются демократиями автократиями среди них ну как граница очень подвижная гибридная серая это не красная или там бордовая линия которая взгляд уже до демократии посмотрите на америку на выборы по почте это уже нет америка я помню американская вот это фишка лозунг тезис месседж выбор храм демократии американская именно американский подход ну что теперь в этом храме демократии двадцатом году и так и так можно много говорить там и по поводу разного рода протеста исключение и так далее в авторитарных режимах тоже просто все двигаются в сторону большей большего контроля управляемости массами потому что общество сегодня становится сингулярными сингуляризации обществ сингл одиночество персонал 11 там единицы становится общие которая когда-то стягивала общество в одно государство и нацию они сегодня распадаются нету общего блага или общей цели которая бы объединяла все в каком-то единопорыве в китае но это сделано как через компартию китая через грамотную идеологическую эндокринацию через цифру почему сегодня общество приходит они рассыпаются сегодня европейские западные какие прежде всего западные европейские танки всегда был дух и культ свободы потому что происходит то что называется цифровизация демократизация всего все демократизируется и главным становится что кто индивид как этого индивида взбесившегося индивида через гаджеты через айфон и смартфон и через тик токи и прочие приложения которые давно уже стали протезами человека это уже внешний мозг внешняя рука внешний палец человек который вообразил что он все знает все может и никто ему не указ а ему указ который последний какой-нибудь собака блогер-миллионник читаю сегодня но харьков вернулся из этого из плена этого из молдавии не с германии из когда уехали так вернулся пёс-миллионник блогер-миллионник что дальше говорить ничего поэтому какие какие методы могут быть методы контроля внешнего контроля цифрового контроля это работа на западе поскольку там как бы другие традиции методы так нам нет той власти сильной так которая могла бы вот так вот как бы напрямую контролировать общество как китае или как россии пытаются так пытаются видели вот этот заседание конгресса ну попадалось вам наверное как директор тик тока ну всего да правильно как его ну собственно там атаковали в конгрессе сша чтобы ну отжать тик ток чтобы отжать его но его за китайскую скажем так эти кто китайский хотя есть сингапура до сингапура и гражданин сша но китайский антикитайская тема это уже будут придираться смотрите вот это опять-таки сейчас каждый политик конгрессмен сенатор особенно это в америке не вот эта традиция публичной политики он как выделиться надо выпендриваться потому что в массиве информации видео контента и чего только нет тебя могут запомнить ну либо какой-то гениальной вещью каким-то снятым фильмом гениаль гениальной песни или еще либо ты должен выпендриваться ты должен выделяться ты должен и дальше индивидуализироваться вы думаете почему вот эти 150 полов или гендеров потому что идет индивидуализация расщепление атомизация даже индивида идет что такое индивид и индивид это внутренний in форма информ индивид а сейчас происходит дивидизация человек становится прозрачными он расщепляется и так далее ну 9 как когда-то было помните часто не индивиды а дивиды идут так поэтому надо что-то такое болтнуть или что-то такое поднять чтобы прозвучало поэтому вот это и должен тик ток китайская тема все и пошло-поехало в тем более антикитайская повестка вот основной на президентских выбор так вы вы знаете что майда байд байдина будут макать поразил китайскую тему чем он проиграл китай а республиканцы на этом будут хайповать быковать и кайфовать что в тик токе поразило это сообщение из норвегии там один есть оборонный завод и там норвегии дата-центры ну серверы да вот они агентом да и там вот говорят что ребята тут в украине война тут как бы ну а нам или электричество не хватает для оборонного завода которые по соседству там или на одной территории с этим дата-центром поэтому надо что-то делать предпринимать мы же вот оборонный завод мы же там чего-то производим до из номенклатуры а тут вы стоите и вот электросеть тянете интересно был бы этот центр не тик тока какой-то другой социальной сети но вряд ли бы были такие претензии тут вы конечно правы все-таки если мы так отвлеклись немного на вот эту тенденцию глобальную но а ведь а ведь в этом то наверное и зашиты определенные коды вот я хочу вашего мнения услышать ваше мнение чтобы вы поделились им ситуации вокруг израиля потому что понятно что там сейчас российские путинские политологи да я понятно смотрите я закончу вот этот сюжетик а дальше перейду к этому смотрите и демократия и так называемой автократии движутся разными путями но в одном направлении это цифровой контроль цифровая диктатура цифровое и более жесткое управлением массами персональные персональные данные например снятие информации кто что смотрит какие видео хостинги предпочитают какие блоги и так далее просто авторитарные они сверху как бы идут к этому направлению с через централизованную власть авторитарные режимы так называемые так цифровому тоталитаризму а демократии движутся демократическому цифровому тоталитаризму снизу сверху но власть тоже работает только там вместо власти этим занимается депстей теневое скажем так или глубинная элита этим занимается потому что чем различаются авторитарные режимы демократических режимов сегодня демократических режимах публичная власть и реальная власть отделены потому что макрон это не власть это только часть власти причем публичная власть а теневая власть или глубинная власть это семьи которые управляют франции давно так это банковские системы или банки сколько президентов было банковского лобби а франции после деголя только назову жорж помпиду который после деголя был так в начале 70-х годов дальше был в посмею 70-х годах сейчас выпало ну спорно дальше так поэтому и либо в америке возьмите глубинная элита и публичная элита байден есть обама и скринтон а из глубины финансист это улл-стрит это другие центры влияния или британию возьмите лондон-сити ричи шунок откуда лондон-сити чек из бизнеса взять миллиардера индийского которого поставили для того чтобы он вернул британию какую-то новую сделку с европейским союзом потому что джонсон они прекрасно понимают это что борис джонсон со своим скажем брэкзита который он педалировал и автор этого всего сделал большую ошибку или там подставил британию чтобы питание не знаю что теперь делать экономически она в экономическом кризисе у них торговли нет нормально других рынков на не нашла поэтому вот так это глубина элита кто такой сунок подожить 43 года или там сколько лет которому купили округ на округе который выигрывали там все время либо листный консерватор выбор мажоритарно мукули что мы не понимаем как это делается но не важно просто говорю что вот это это отличие лишь от смотри без глубинная лита вот есть ну по отношению германии глубинная лита местом основном и то что называется большой бизнес автомобильный прежде всего технологически и так далее в германии был еще восточный комитет восточный комитет бизнеса который с россией вот он сегодня разгромлен после того как путин напал на украину такой в авторитар так вот всегда есть публичная часть а из глубинная часть кто правит польшей вот так если так по-честному по чесноку дуда моровецкий да нет конечно кочинский ярослав и партия из а до этого два брата кочинский которые вышли из солидарности и вот гребли гребли под себя погребая польшу вот они управляют реально не надо тут быть президентом на тебя еще повесили какую-то публичную ответственность а президент обязанной вадимирич а подожди украиной хороший вопрос хороший вопрос я скажу кто и внешний фактор и не надо и вот по-разному внешний фактор и внутренний фактор тоже вот я бы то сказал часто это анархические массы начиная с 2004 года когда фактически постсоветская государственная система управления была сломана а потом так и не создана какая-то новая система государственного управления нет он ненормальный скажем так разделением на публичное и глубинное поэтому часто вот эту глубинную роль берут на себя кто глубинные массы майданного типа активисты ветераны атом и войны фейсбучная публика которая часто скажем так о мгновение палочки так сказать пишет определенные посты хейтит одних поднимают других заряженные понятно откуда и как а часто не откуда раньше это олигархи пытались сделать но в данной но олигархи были наряду с скажем так с майданными массами пытались взять друг друга под контроль помните четырнадцатом году к под контролем лигархи брали многих ветеранов а то и майдана включали к списке и прочее прочее лишь бы пусть сидят как там лишь бы не плакала пусть как там тешит лишь бы не плакала на самом деле и авторитарного режима не выстроена янукович пытался его сделать не получается потому что надо сначала если вы хотите надо выстроить контроль над обществом или это финансовые или политические или силовой или цифровой вот это никто не сделал потому что сбрасывали его кучма там януковича до порошенко тоже как бы выборы были всего но посмотрим как дальше будут развиваться но это отдельная тема и честно говоря сейчас когда не готовлю разложить по полочкам а вот что касается китая россии там публичная власть и глубинная власть публичная элита и глубинная элита она в одном скажем так флаконе и это кстати говоря с одной стороны хорошо потому что несет ответственность там си или пу несет ответственность за все а с другой стороны это плохо потому что когда какие-нибудь бунтующие массы протестные массы начинают раскачивать ситуацию требовать смены власти тогда должна смениться вся глубина элита мы что вместе си вместе с пу вместе с каким-то нибудь другим автократом как сенуковичем например или с порошенко полностью скажем так разваливается система управления кадрового набора и появляется вообще как бы новое государство получается новые как новые кадры и вся институциональная память уходит куда-то в небытие государственности каждый считает что он с нуля тут осчастливил на украину и строить государство новое так вот почему они так и боятся вот этих всех революции как они говорят цветных и разных протестов потому что там в париже могут взять макрона на глубину элиту никто не смеет не уберет почему они знают кто там в этой глубины элите до конца кто-то арно главный самый богатый человек франции но владелец этих брендов всех луи биттона там маквина сен-лорана и тогда так у которого там состояние по моему 150 миллиардов евро или какой-нибудь ветеран военной разведки или там еще какие-нибудь полупартийные скрытые силы партии так далее это все на виду глубинная элита вот она там как бы банкует как говорится так если не управляет то направляет а в китае и россии вот это авторитарный режим почему они авторитарные потому что глубинная элита и публичная элита политическая элита не соединены и поскольку любой протест любое покачивание скажем так системы начинает угрожать уже глубинной элите тогда все начиная защищаться и прочь устранить и был гельцин пришел путин я бы не будет путин с вашего позволения поэтому поэтому эта история про демократию автократии да я хочу для это все это все ярлыки я хочу для идеологии вот эту историю да вот это очень важная к израилю к израилю к израилю сейчас перейдем там больше процветные вещи мне интересуют в это параллель я хотел просто с другого как бы угла вот мы о главном главному подходим но мы сейчас выйдем на это главное на это зерно самого главного вопроса вадим юрьевич а вот это вот история с пригожиным и пригожиным когда евгений иосифа как бы комментируют говорит что собственно ну надо зал и сказал но то что потом начал оправдываться вот поэтому ты мудак нехороший человек говорит евгений про иосифа иосиф который там с беглым уехавшим олигархом обсуждает как как нормальные люди до обсуждают политику но это стало вот достоянием общественного внимание на ваш взгляд это вот признак шатания или стойкости вот этой системы публичной глубинности российской власти и режима это и то и другое почему потому что сразу же забрали свои слова сказали не это не будет дипфейк значит прекрасно понимают что нельзя публичный дискурс контакт дискурс свой свое мнение трансформировать публич частное мнение трансформировать публичный диску с одной стороны это способствует стабилизации молчат не расшатывать но с другой стороны раз признак нездоровья потому что глубина для глубина элита америки по крайней мере раньше так было до трампа еще раз трамп эту игру поломал вот почему его глубина элита америки побаиваться может его приручат не знаю но вот почему они делали все чтобы не дать ему работать когда он был президентом практически саботировали все окружили своими людьми не давали ему работать а настоящих его помощников идеологов советником например там ричарда беннона так или посадили слушают судебное дело а помните этот который работал в украине политтехнолог как его парке региона был посажен привязали его к трампу и так далее для того чтобы другие политтехнологи советники политологи дистанцировались так вот до трампа потому что глубина элита смотрит хорошо вот сегодня там байден зашился но ничего поменяем на другого но главный курс выдержит власть то что называется херша по-немецки господство не власть а господство или мах сила остается в тех же руках сказал один человек про демократию если власть в руках народа то скажите мне конкретно в чиха на руках а моему это сказал ричард рейнта депр американский политолог эстонского происхождения профессор принцесса хорошая фраза если в вас руках народа то в чиха на руках конкретно поэтому им значит другие другая скорректируем скорректируем курс выпустим пар у масс народа у избирателей и так еще на пять лет летом на 4 а там посмотрим а там что-то новое будет такой привилегии маятника или игры их очередности это называется политология игра очередности правый левый ли борис консерватор республиканец демократ сегодня демократ за до республика не забрали это было выработано на западе и она как бы принос приносила успех почему потому что машина двигалась педали оставались становились другими руки другими многие другие были приходили там свежие велосипедисты или свежий спортсмен который садился на этот велосипед и крутил педали одного и того же механизма одного и того же велосипеда а понимаете вот когда авторитарный режим берем то надо велосипед и ремонтировать при этом это уже другая ситуация вот чего нет в россии почему они так к этому и запад на этой рассчитывает он как бы пытается расшатать россии именно через это через мне внесение смуты в элиту так всегда было в россии имперской до имперской по гостем перской это не революция скорее бунты причем начиналось все с элиты с раскола элит там сивана грозного давайте как бы так а нашей памяти тоже мы помним когда еще при нас было так или там борис году но и пошло и поехало и вот сейчас тоже будут попытки вот как бы точечно такими тысячами порезал запад будет пытаться расколоть элиту потому что глубина элита которая бы оставалась как бы в недосягаемости от этих порезов в россии нет и в китае в китае правда есть там компартия китая она как бы выполняет роль вот этого глубинного ядра усе пытается это дело поменять потому что раньше писали как 10 лет одни потом другие компартия на своих съездах принимать решение о том что меняется генсек меняется премьер глава госсовета генсек новый становится председателем кнр и так далее сменяемость элит была и роль глубина элиты выполнял вот эта компартия китая и стоящий как бы когда был жив дэн сяопин который присматривал за этим делом а вот сколько не создавай какие-то формы преемничества или формы передачи власти на базаре казахстане назарбаева дал самому преданному своему человеку чем это закончилось для как его называли господи как там назывался он у них за да но у них показать по казахски этот гелбасы елбасы или там туркмин большинство получается то же самое знаете ничего не получается и вот поэтому путин и и завладь держится он пытался экспериментировать отдать власть медведев а элита начала раскалываться и начала скажем так уже просматривался просматривалась новая горбачевская перестройка потому что вернулся а на западе многие рассчитывали на то что будет новая перестройка медведев можно договориться медведев взял несколько таких решений в он дал добро на те решения которые были выгодны западу например обведение бесполетной зоны в ливии так далее так далее тут путин возвращается муж он понимает что в россии нет глубина элиты которая могла бы удержать равновесие что нету вот это игры прием игры очередности что нету вот этих правых и левых или там либо рисунок консерваторов или там республиканцев и демократов двухпартийной системы на самом-то деле с которой могла бы либо взять на себя эстафету и рулить либо создать между ними коалицию например как в германии там нет правы правых левых в таком понимании как британском или англосаксонском варианте так где англосаксонской демократе но там за то есть коалиционные механизмы поэтому социал-демократы хотя мы видим и христианские демократы правильной примерки но сейчас мы видим что христианский демократы в оппозиции эти зеленые социал-демократы свободные демократы у них коалиции но если они зашьется будут зашиваться будет делать глупости и поменяют на христианский Израиль. Неимоверная история. Посольство в США закрылось в знак протеста против судебной реформы. Все, собственно, протестуют. Макдональдс останавливает работу, говорит, нет судебной реформы. И, собственно, вообще вот эта судебная реформа и Нетаньяху якобы должен все остановить, развернуть этот процесс. И, ну, действительно, там 700-800 тысяч на улицах, водометы, настоящий Майдан. Но вот как-то не принято как бы даже вот освещать даже вот в контексте цифровой диктатуры, в контексте вот этой авторитаризма демократии, да, хочется сказать, что вот как-то вот не звучат голоса, а они на самом деле есть. Вот, например, высокопоставленные сионистские раввины Израиля призвали Нетаньяху не останавливать эту судебную реформу, не поддаваться на давление меньшинства. Ну, потому что они сионистские, религиозные правые круги, они выступают за эту судебную реформу, они консерваторы. Знаете, вы сказали цифровые дела там, а революции часто начинались. Арабская весна или с Фейсбука. Вот вам и цифры. Призывы. Так, ну, как у нас тоже было в 13-м году. Смотрите, это опять-таки, вот это очень показательный пример. Он опять говорит, что вот это придуманное Блинкиным и Нуланг еще по старым лекалам. Демократия, автократия, она не работает. Потому что есть еще другое разделение. Леволиберальные и консервативные элиты тоже в стычке между собой. Ну, например, в Штатах белые, так называемые супрематисты, как называют Трампа. Сексисты, которые выступают за традиционную семью, семейные ценности, бинарный гендер, гетеросексуальные практики семейные и так далее. Вот это вот, как говорится, старая антропология 20-го столетия. В Америке и Байден, который на идеологический флаг поднял ЛГБТ+, так называемый квир-идеологию, снимание всех табу, или снятие всех табу на вот эту новую сексуальность, которая раньше была в подполе, или табуировалась, или не проникала в публичный диск. А сейчас, наоборот, она, как там раньше говорили большевики, шествия советской власти по России, шествия новых антропологических ценностей и новой антропологии, нового человека, практически, по миру, американскому, атлантическому миру. Ну, всегда антропологическая, или, точнее, смена эпох идеологических, это всегда смена и производства человека. Вот новый советский человек, новый нацистский человек, сверхчеловек, биопроизводство. Там было социальное производство, а в Германии, в Гитлере, биопроизводство, новое биологическое производство. Сейчас фактически это уже на демократической платформе или на постдемократической платформе. Вот это новое антропологическое производство, 150 полов, трансгендерность, трансгуманизм, феминизм или постфеминизм и, скажем, новая форма семьи или вообще без семьи, там, child free или еще какие-нибудь вещи. Вот это либерализм и консерватизм. Почему венгров тоже не берут в Лигу демократии? И не только потому, что они заняли геополитическую позицию, но и потому, что они убрали Сороса и полностью, скажем так, закапсулировали свою культурную и идеологическую политику на традиционных гендерных и тому подобной ценности. Не случайно Орбан поклонник Трампа, поклонник консервативной ценности. Есть проблемы и в Польше. Такие, кстати говоря, такого же рода реформы конституционного суда, как Верховного суда в Израиле, в свое время были в Польше, в Бенгрии. Еще не помню, где демократические государства. Ну, там не было такой резкой реакции тогда и не было внешней такой мощной поддержки протестующих, потому что, ну, тогда времена были, скажем, такие более-менее спокойные. И никто не придавал этому, ну, особого значения. А сейчас все должны четко ранжироваться. Вот в этом, скажем, кругу и вот в этом кругу. Так вот, а почему сейчас такая ситуация? И о чем там речь? Речь идет о том, чтобы Верховный суд Израиля, вот в чем реформа Натальяху, не имел права в это на решение, которое принимается к Несетам, парламентам Израиля. А парламент Израиля принимает решение тот, у кого есть большинство, коалиционное большинство. И таким образом суди могут отменять решения исполнительной власти. Решения исполнительной власти. И таким образом разного рода активисты, гражданское общество и так далее, через выбор судей, выбор судей, могут влиять на политику и подрывать решения исполнительной власти. По-другому можно это сказать. Исполнительная власть теряет свою исполнительность и теряет свой где-то, извините, суверенитет. А что в нашем мире сегодня? Возврат. Вот почему глобальное сообщество сегодня, и американцы против, почему они так против реформы Нетаньяху, а право-религиозные круги за, а леволиберальные или либерально-социалистические в Израиле тоже против реформы. Потому что это будет укреплять исполнительную власть Израиля, того же Нетаньяху, у которого будет больше маневра для принятия тех или иных решений. А вот это, учитывая геополитическую роль Израиля на Ближнем Востоке, не всем выгодно. Это раз. А во-вторых, право-религиозные круги, это, во-первых, их было, по-моему, было в предвыборных обещаниях, когда шли вот эта партия, которая сейчас является коалиционным партнером Нетаньяху в правительстве. А у них было это обещание, они обещали своим избирателям. А во-вторых, они хотят большей закрытости Израиля. Речь идет об открытости в стиле Попера, Карла Попера и Джорджа Сороса. Открытое общество. Через разного рода механизмы судебной системы, демократического выбора можно подтачивать или взламывать режимы извне. Не важно сейчас, они были американские или другие. Или, например, арабские где-нибудь. А вот этого исполнительная власть и многие округи консервативно настроены, так называемые, не хотят. Это я к чему? Вот на этом ставлю, скажем так, акцент. Потому что в современном мире есть еще один тренд. И это все прекрасно понимают. Тает на укрепление суверенитета режимов и отдельных стран. И вот Китай и Россия, они выступают, они поддерживают эти суверенитеты. И многие власти сегодня, которые боятся внешних взломов своих режимов, а это можно делать через экономику, через финансы, через влияние НКО, шоросовских или грантовых организаций можно делать, выступают против этого за суверенитет. Почему? Потому что тогда режим, ну, становится, скажем так, более уверен в себе и может, кстати говоря, править очень долго. Вот западный, американский сегодня, демократический глобализм плюс консерватизм восточных и, скажем так, неатлантических политических режимов тоже сталкиваются вот в этой борьбе. И это борьба не авторитаризма и демократии, а ее можно описать другими терминами. Борьба между глобализмом и суверенизмом. Не случайно, посмотрите, термины суверенитет, понятие суверенитет, оно на знаменах у председателя Си, оно у Путина, и, знаете, как ни странно, у Трампа. Когда он был президентом и когда он выступал, ну, скажем, когда он выступает с идеологическими речами и так далее, только он имеет в виду уже суверенитет, скажем так, Америки над Америкой, Америки над Америкой. Отсюда и Америка, как там, Америка, сделаем Америку великой. Да, снова, великой и снова, да. Да, снова. Друзья, пожалуйста, я всех призываю подписаться на Вадима Карасева, он будет отмечен как пользователь YouTube. Переходите, следите за обновлениями на его канале, поставьте лайк этому видео. Это помогает гораздо большей аудитории ознакомиться с вот такой аналитикой, таким взглядом на происходящее, достаточно академичным и, ну, достаточно взвешенным. Я предлагаю закончить вот наш сегодняшний разговор на событии и заявлении. Начнем с заявления. Это в продолжении предыдущей темы. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, считает секретарь Совбеза Патрушев. Он отмечает, что Вашингтон напрямую заинтересован в распаде Европейского Союза, чтобы устранить экономического конкурента. При этом, понятно, там теракты вспоминаются, ну, в общем, посыл понятен. Это вот такое заявление. Насколько оно идеологическое, насколько оно программное, что оно изменяет. И, собственно, как выходить из вот такого идеологического клинча, когда вот так говорит Патрушев, который вот обычно в тени. Ну, а события – это тоже очень интересный момент. Гросси, Запорожье, Зеленский, они встретились на ГЭС и обсудили там Запорожскую АЭС. И, судя по всему, Гросси в ближайшее время, он уже там, да, интересно, правда, как, но как-то, ну, как имеется в виду маршрут его проляжет, он в ближайшее время собирается Запорожскую АЭС посетить. Ну, вот они вместе с Зеленским на ГЭС побывали. События. И чего ждать от этого события? Вот из таких двух частей я бы хотел бы, чтобы мы заключили финал. Давайте коротко про Гросси, который мне нравится. Аргентинцы, нормальные люди, так? Ну, я за то, чтобы он приезжал, и за то, чтобы он побывал на Запорожской АЭС, потому что главный приоритет – это ядерная безопасность в Лёгаре. Это очень важно. Все остальное я не хочу вдаваться в детали, подробности, рассусоливать эту тему, повторяться. Не вижу в этом большой сенсации, я вижу только в этом практически необходимость. Для того, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Международный организм такой авторитетной международной организации, как МАГАТЭ. Международное агентство по атомной энергии. Теперь, что касается Патрушева. Значит, во-первых, я отреагирую на то, что вы сказали, что вот такой академический взгляд и так далее. Ну, давайте не будем, а то скоро академический взгляд будет ругательным. Почему? Да, потому что никто же ничего не читает, только смотрит и говорит. Слушайте, да хоть посмотрят, послушают, уже хорошо. Хорошо, хорошо. Академизм не в моде, но, знаете, есть Билли Айлиш там или кто там еще. Но Роллинг Стоунс или там Кис тоже ничего. Или там последний World Tour. Мотли Крю и Дефлеттер. Да, там, как бы, ребята, они молодые, но не устаревшие. Так, не устаревшие. Как когда-то писал немецкий культуролог и философ Герман Любе. Есть люди старые, а есть люди устаревшие. Так вот, можно и быть и 20 лет старым. А, и в 80 лет, как, например, там, Кейт Ричард, Роллинг Стоунз или Пал Маккарни, или вот 83-й год у Ринго Стара, барабанщика Битл, Битлов, так, не устаревшие люди. Будем надеяться, что академический дискурс не устаревший, а вполне актуален и сегодня. И вот я хочу как раз с помощью, или через академический дискурс, как раз и прокомментировать вот эти слова Патрушки. С одной стороны, могу сказать, ну, заявил, так заявил. Но главное в чем там, мы хотим Европе добра и мира. А вот американцы хотят съесть Европу, подчинить, подкорить. Вообще Европа воссал Америки. Поднимайтесь европейцы, поднимайтесь европейские элиты, откройте глаза, снимите пелену с глаз, повязки разного рода и дайте Америке отпор. Европа должна быть европейской или российско-китайской. Вот как бы все остальное, это же понятно, это чистый идеологический конструкт, не все так просто. Европейский союз – это ключевая опора. Атлантическая система безопасности НАТО и Европейский союз. Да, есть экономические проблемы и так далее, но это только подчеркивает, что действительно Европа в перестройке, Европа в движении, Европа в стряске. Да, она переживает определенные политические, идеологические, наверное, тактические какое-то потрясение и землетрясение. Я не думаю, что там это 10 баллов по шкале Рихтера. Ну, такое, приличненькое, так сказать, потряхивает, потряхивает. Но не будем преувеличивать. Вот это борьба за Европу. И вот еще, смотрите, идеологическая борьба за Европу в плане консервативных, традиционных ценностей или скрепов. И вот этих всех трансгендерных или неоантропологических. Россия, мы за традиционную семью, мы за традиционные ценности, европейские, христианские, потому что мы там наследники Византии, Второго Рима. Не Первого, не Католического Рима, но Второго. Мы хранители. Поэтому все, кто недоволен разгулом вот этой всей новой антропократии в Европе во главе с США, вот этим всеми квир-революциями, квир-идеологиями и движениями, к нам присоединяйтесь к нам. Либо там у себя, либо приезжайте к нам. Вот мы, Россия, мы никакая тут и не только Азия. Мы Евразия и часть Европы. Мы очаг традиционной, настоящей христианской Европы, которую Европа, подчиненная, ведомая, захваченная, культурно-колонизованная Западом, сегодня теряет свою Европе... Америка теряет свою европейскую. Вот так это надо понимать с точки зрения идеологии. И как будет работать этот посыл, да? Ну, он как-то работает, потому что над этим, как бы, думают. Над этим много популистов в Европе под партией, которых пока не допускают в власти, например, в той же Франции. Ну, как там делается? Традиционная схема. Во втором туре должен быть кто? Кто-то из Лепен. Либо отец Лепен, либо сама Мари Лепен, Марин Лепен. А в первом туре должен быть победитель, кого выводит и глубинная элита. Кто там был? До Макрон. До Макрона кто там был? Ширак. Миттеран. Жескар ДСТН, которого я тогда, как бы, не сразу вспомнил, как банкир и финансовый аристократ из финансово-аристократических семей. Так, был президентом Франции в 70-е годы, до Миттерана. Вот лишь, поэтому, а потом могут, а потом это идет, это надолго, это на 21-е столетие. Антропологические войны, антропологические революции, создание нового человека и борьба против вот этого нового конструирования человека с точки зрения технических средств, так, и с точки зрения, скажем так, биологических и философских. Тем более, что современные технологии, современные технологии, ну, легко могут же сегодня менять пол. Это же проблема медицинской техники. Это проблема идеологическая, даже политическая, но с точки зрения технологии и медицинской техники нет никаких проблем. А смотрите в спорте как происходит. Ну, вот же легкая атлетика, президент Федерации, Международной Федерации легкой атлетики запретили трансгендерам, которые сделали операции, участвовать в соревнованиях на женской стороне от женщин. Ну, тоже из бокса, конечно, да. Тоже спорт проникает, понимаете, спорт проникает в воды на новую антропологию. И вот это все, это, поскольку медицинская техника сегодня позволяет это делать, технологии и прочее, поэтому и возникает вопрос. А как дальше это в прикладном моменте? Потому что на философском уровне этот вопрос решен. Как он решен на философском уровне? Каждый человек имеет право на все. Почему человек не имеет права родиться женщина, а он родился мужчина? То так ставится вопрос в западной философии. А кто сказал, что когда-то ж природа была побеждена человеком? Все говорили вот до модерна, новоевропейского. Нельзя с природой так, природа божественна. Разум в природе. Бог природа, ну так называемый, скажем так, натурализм. Так? Вот, Бог это природа, а не Бога человек. Споры ж были такие. Природа нельзя, она нетронутая. Она должна быть вот этой природой на все. Кто сказал, нет, природа была побеждена капитализмом, новыми технологическим подходом. Ну, описывает это хорошо, особенно в своих трудах Мартин Хайдеггер. Новая технократическая волна на Западе, я еще помню, в 80-е годы. Впервые перевод Мартина Хайдеггера выходил. И это время картины мира, называется работа Мартина Хайдеггера. Когда мир стал картиной, а человек стал субъектом. Когда он выделился из природы, стал субъектом. А природа стала объектом. Так вот сейчас происходит то же самое, только уже на уровне индивида. Когда сам индивид, его физиология, анатомия и так далее, становится объектом субъективного вмешательства. Сначала сам человек решает этот вопрос. Там в каждой стране сейчас это по-разному. Затем уже это решает медицина. А все это обосновывается философским, скажем так, таким оправданием. Если человек в рамках либерализма, ну то есть свободолюбия и свободоволия, имеет право на все, то кто сказал, что рожденный ползать или летать не может? Что рожденный быть мужчиной или женщиной, не может стать наоборот. Женщина или мужчина. Это все в русле, это в русле все свобод, новых антропологических свобод. И это все, еще раз говорю, это не чисто философская проблема. Она сегодня проникает в борьбу между либералами и консерваторами, между демократами и автократами, между феминистами и нефеминистами, между, скажем так, гомопрактиками и гетеросексуальными практиками. В общем, война полов сегодня заменяется, как когда-то писали философы, социологи, даже есть такая вид игры, теории игр, война полов, сегодня заменяется войной внутри пола. А вы как считаете, рожденный ползать полетит или нет? Ну да. Я знаю, что китайская, российская программа, лунная программа, вот что-то там они затевают в космосе, наверное, поставят спутники. Ну, а я всегда выступаю за полет мысли. Поэтому кто рожденный ползать, летать в мыслях хотя бы не может. А мы должны стремиться к тому, чтобы летать. Как там, даже, по-моему, в песне какой-то есть, там, летать. Да? Ну, а кипело когда-то тоже, я свободен. Ну вот до чего свободы доводят в мире. Ну это да. Я благодарен вам за ваше время и ваши мысли, которые летели. Пусть летят. Летят утки. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Оцените наш разговор. Особенно вот интересно ваше мнение по поводу финальной части. Она уж точно не традиционная для таких политических обзоров или каких-то вот этих блогов, интервью о событиях в политике, в войне. Вот есть момент. Подумайте, пожалуйста. Ну и, конечно, увидите. Саш, ну мы же должны тоже как бы держать рамку, картину. Потому что все события, рисунок, отдельный рисунок, он светится в рамке. Понимаете, до тех пор, пока нет рамки, нет картин. И об этом опять-таки хорошо писал тот же Хайдеггер. Так жили Делюс. Вот, тоже французский постструктуралист об эстетике. Ну и вообще, европейский перспективизм, европейский, как раз он и основан на том, чтобы делать рамку. Поэтому хотим заглянуть в будущее. Перспектива – это же будущее. Так, взгляд в будущее. К перспекту, так? Вот. Значит, должны все-таки работать в рамке. Хотя, конечно, это не исключает и более детальный разбор отдельного штриха в той или иной картине нынешнего мира. Спасибо вам. Да, спасибо, друзья, за внимание. Увидимся обязательно. До скорого.